Павел Путылевич, во-первых, с победой, конечно, первым делом. И Ваши краткие комментарии о прошедшем матче. Хороший спарринг. Первый тайм играли мы с большим нашим преимуществом. Но мы изменили немножко, если в предыдущей игре задание было, чтобы команда прессинговала, то здесь мы моделировали, скажем так, игру вторым номером от обороны. Было задание перекрыть все зоны, уплотнить игру в центральной части поля. И за счет контроля мяча попытаться заставить команду соперника пойти в отбор, дабы освободить зоны. С учетом того, что у нас впереди два быстрых в первом тайме, два быстрых форварда, и Мичуренков, и Бирюков. И план этот работал, работал все. И два забитых мяча, и очень хорошие были выходы, вот именно за счет быстрого перехода в разряженные зоны, за счет хороших передач, и были хорошие выходы. Второй тайм с выходом заменили мы пару нападающих. Острота немножко пропала. Очень много потерь было необязательных в центральной части поля. Ну, потери связаны с тем, что игроки средней линии поля выполнили большой объем работы в связи с тем, что контроль мяча подстраивались друг под друга все. И по мере накопления усталости контроль мяча стал хуже, поэтому и, в принципе, во втором тайме у нас практически не было создано никаких моментов. По содержанию второй тайм намного хуже сыграли, чем первый. Павел Пантелеич, во втором тайме Захаров и Турик менялись флангами. Это ваше задание или это импровизация? Ну, мы все время, если вы обратили внимание, и в сезоне мы так играли, когда играли Турик с Коробовым или Турик с Желяевым, все время они отрезками менялись, потому что есть привыкание своего визовика к манере игры. И здесь менялись, у нас постоянно крайние полузащитники меняются. Это задание. Павел Пантелеич, осталась одна контрольная игра в Крыму. С кем и когда проводят АФА? Последняя игра, мы проводим 13-го игра, и это 13-го числа спарринг с Раменским Сатурном. Редактор субтитров А.Семкин